Спонсор данного ролика – канал Просто Даллас. Парень делает прикольные видео по Таркову, наполненные экшеном и юмором. Переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании. Всем привет, друзья, вы на канале GobsterPlay. В сегодняшнем видео я покажу вам программу, в которой я тренируюсь перед каждым стримом по игре Escape from Tarkov. Это программа I'm Labs, и она доступна в стиме абсолютно бесплатно. Она постоянно обновляется и добавляются новые игры и режимы. Так что смело переходите в стим и скачивайте. Речь пойдет о тренировке прицельной стрельбы, то есть находясь в режиме прицеливания, а не от бедра, как в прошлом видео. Если вы захотите посмотреть прошлый выпуск, то ссылка будет в описании. Я покажу вам свои настройки, также покажу, как я настраивал чувствительность мыши, также дам пару советов по программе тренировок и сделаю вам небольшой подарок. Для начала необходимо убрать ускорение мыши, для этого нужно зайти в панель управления, изменение параметров мыши, убрать галочку и поставить ползунок на шестую позицию. Теперь перейдем в программу I'm Labs и на вкладке Training вас встречает множество различных тренировок. Я рекомендую начать с режима Spider Shot для того, чтобы знать на что вы способны и к чему вам стоит стремиться. Также слева во вкладке задания будет список отсортированных по типу упражнений. Также программа по ходу прогресса будет подсказывать вам те типы тренировок, на которые следует обратить внимание и которые следует подтянуть. Но сначала перейдем в настройки. Вкладка Game и поставим русский язык. Пока что игра не полностью на русском языке, но это ранняя бета. Также мы должны изменить параметр weapon visibility на height, то есть спрятать оружие, потом объясню почему. Также вы можете включать или отключать отдачу, в зависимости от ваших пожеланий. Далее переходим на вкладку назначения, выбираем настройки мыши. И тут нам требуется выбрать режим прицеливания, это будет нажатие кнопки, либо же зажатие, все на ваш вкус. Я лично предпочитаю нажать один раз и не париться. То есть ставлю toggle, осталось только сохранить изменения. Теперь самое интересное, недавно я просил вас отключить в настройках отображения оружия. А все потому, что я сделал для вас PNG файлы прицелов и разных оружий из игры. Сделано это для вашего удобства. Каждые 200 лайков, перечень прицелов и оружий будет дополняться. Требуется нажать на импорт, загрузить прицел и отрегулировать масштаб. Теперь необходимо перенести сенсу из игры Escape from Tarkov в aimlabs. Для этого необходимо поставить отметку на стене, например выстрелом. Далее необходимо замерить количество оборотов персонажа вокруг своей оси за один проход мыши по рабочей зоне коврика, то есть от начала рабочей зоны до ее конца. У меня это ровно один оборот, у вас результат может быть иным. Также не стоит забывать, что разное снаряжение имеет разное пенальти к скорости поворота, которое влияет на сенсу. Влияет не только броня, но еще шлема и бронезабрала. При одинаковой сенсе равной 0,4 я имею разницу примерно в 1,5 от оборота. Необходимо это учитывать. В aimlabs вы тоже можете менять снаряжение, но оно влияет только на чувствительность мыши в режиме обзора и никак не влияет на чувствительность мыши в режиме прицеливания. То есть для тренировки прицельной стрельбы это не имеет никакого смысла. Показатель сенсы, который соответствует таковому в игре Escape from Tarkov равняется 0,25. Также необходимо включить во вкладке Input Source Row Input, чтобы убрать все задержки мыши. При таких параметрах за один проход мыши я делаю ровно один наоборот, как и в игре. Теперь выбираем режим Spider Shot. Выбираем оружие. Я выбираю АКМ. Поскольку оружие не будет отображаться, вы будете видеть скин, который я сделал. В перечне представлено разное оружие с разными типами отдачи, если вы будете ее включать. Итак, переходим на полигон. Сейчас я нахожусь вне режима прицеливания, поэтому сенца у меня соответствующая. Для входа в режим прицеливания нажимайте правую кнопку мыши. Теперь сенца пришла в норму и в моем случае она соответствует таковой из игры Escape from Tarkov. Давайте постреляем в этом, на первый взгляд, незамысловатом упражнении. Основное отличие от Tarkov – это отсутствие инертности при повороте оружия. А также в Амлапсе отсутствуют лаги и аэросинхроны, которые часто преследуют нас в игре и влияют на наше прицеливание. Для следующего режима необходимо перейти в задания, трекинг и выбрать Ninja Shot. В этом режиме вы должны поражать цель, которая постоянно двигается в разных направлениях. Это упражнение идеально подходит для разогрева перед стримом. Также не забывайте тренироваться с другими прицелами, например, с Коброй, ПК-06 или Вальтером. Стартовый набор прицелов и оружия можно будет скачать по ссылке в описании. Есть и другие режимы на трекинг и даже на снайперскую стрельбу, но я рекомендую начать именно со спайдершрота, запомнить результат первой тренировки и сравнить его с результатом, полученным через неделю. Обязательно пишите свои результаты в комментариях к этому ролику. Также обращайте внимание на свой прогресс в Таркове и делитесь впечатлениями. Если вам понравился данный видеоролик, поддерживайте его лайком. Также не забывайте подписываться на канал, заходить на группу в дискорде и вконтакте. Всем спасибо, всем пока.